Приветствую друзья! Эксперименты с различным типом драйверов уже давно вошли в обиход любого уважающего себя производителя внутриканальных наушников. Именно на такой волне Киви Ирс и создали свое новое творение Септет, базирующееся на 10-мм динамике, четырех балансных арматурах, одном микропланарном излучателе и одном пьезоэлектрическом. Разброс, как вы понимаете, между ними просто гигантский, а следовательно безумно интересно во всем этом разобраться. Собственно этим и займемся. Поехали. Пришли наушники в небольшой картонной коробке со списком из технических характеристик. В комплекте была инструкция, простенький бокс и два набора серых силиконовых амбушюр. Кабель на вид достойный. Он толстый, гибкий, витой, с прямым штекером сразу на 3,5 и 4,4 мм джек и с сопротивлением на каждое из жил по 0,26 Ом. Достойное решение. Менять такой точно не нужно. Чашечки полностью из металла, с парой отверстий для компенсации, средним по габаритам звуководом и стильной решеткой на внешней части. Да, здесь так называемая полуоткрытая конструкция. Смотрится модель шикарно, удобно сидит, да и тактильно лично меня все устраивает. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по всем характеристикам импульс. Незначительно расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 0,87%, что хорошо укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как обычно, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ, почти идеально ровную середину, аккуратно приподнятую область разборчивости, серьезный пик на имитации ушной раковины, чуть меньший, но с большей добротностью на псевдодетализации и плавно затухающие, но протяженные высокие частоты. В сравнении с T-Audio Hype 4 у нас практически идентичный низ и чуть более выраженные вверха. Примерно как и в Yondin Canon Pro и в ZEGAT Arcanis. То есть настройка сравнима с лучшими из решений этого и прошлого года. На удивление, SEPTED, в отличие от большинства решений этого бренда, сделали с акцентом на четкости, контроле и максимальной прорисовке всего частотного диапазона. Да, почти как в новеньких ZEGAT Arcanis, но с более подсвеченной перкуссией и легким усилением сибилитивных призвуков. Зато точно абсолютно прозрачно и во всех смыслах технично. На слух у нас чуть ли не идеальное разрешение, сверхбыстрые атаки, очень аккуратные затухания, высокая динамика и просто превосходное разделение инструментов. Примерно как у дорогих Mystic 8 от компании Let's Shoe. Единственное, от явно выраженного S нам, к сожалению, никак не уйти. Хотя в хорошо записанной музыке с ней никаких проблем нет и быть не может. Вопросы возникают только на подкастах, аудиокнигах и в наколенке записанных гаражных исполнениях. В остальном S словно легкий перчик, лишь добавляющий звуку немного пикантности. Акустическая масса здесь, скажем так, на грани. Лично я не чувствую какой-то ее недостачи, однако сочным, объемным или прямо масштабным такой подход точно не назовешь. Звук больше собранный под жарой, с достойной уважения четкостью и с честной, я бы даже сказал, предельно реалистичной подачей. То есть почти без мягкости и теплоты в окрасе, жирка и той самой насыщенности. Септет мне сложно назвать прямо комфортными. Хотя, о излишней яркости, агрессии или чрезмерной разряженности речь тоже не идет. Беда здесь в очень низкой чувствительности и исходящей из нее сдержанности. Да, Септет не предназначены для подключения к вашему смартфону, планшету, мобильному ЦАПу или игровой приставке. Им нужен солидный по характеристикам аудиоплеер или стационарный ЦАП. Тут следует пояснить, что играть-то наушники будут от любого источника. Но полностью раскрыть их что-то маломощное просто не сможет. По большей части в этом и заключается отличие героев обзора от флагманских Mystic 8. Ну и последние мне показались более музыкальными и в эмоциональном плане выразительными. Эмоций без сомнения хватает и септет, но без присущего им магнетизма и погружения в материал. Другая модель, с которой обязательно нужно сравнить героев нашего обзора, это недавно вышедшие Tangent Origin. Однако они оказались сочнее, глубже, объемнее и куда приятнее моему слуху, чем септет. Пусть и без присущих героям обзора просто потрясающей частоты, прозрачности и невероятной по уровню прорисовки. Плюс сцена в септет находится на естественном от нас отдалении, в то время как в Origin ее заметно так приблизили. Масштаб крупнее в Origin, а разрешение лучше в септет. Бас в обоих случаях отличный, к нему вопросов нет вообще. Ну и наш обзор будет неполным, если мы хотя бы в двух словах не сравним септет с набирающими популярность Astrale, которые всего на 30 долларов дороже. На слух же у Astrale куда больше общего с T-Audio Hype 4 и Yannin Canon Pro, чем с нашими Kiwi Airs септет. Тем не менее, Astrale более чувствительные, сочные и объемные, с явно выраженной мелодической составляющей, магнетизмом и без свойственных септет, частоты, разделения и акцента на микродинамику. То есть это совершенно другая модель для аудитории, предпочитающей живой музыкальный подход, усиленной четкости, точности и общей натуральности подачи. Мне больше по сердцу Astrale, да и столь высокие требования к усилительной части во внутриканальных наушниках я лично считаю избыточными. Большинство меломанов, подключив их к своим источникам, получат или недостаточно высокую громкость, или очевидное отклонение в силу недостатка мощности. По стилистической части герои обзора гораздо лучше приспособлены к тяжелой и агрессивной электронной музыке, чем к живым джазовым или оркестровым произведениям. Впрочем, для кое-чего из академического они тоже прекрасно подойдут, в силу наличия высокого разрешения, предельной четкости, разделения у инструментов и натуральности в подаче. Еще их можно использовать для студийного мониторинга и в ПРО уровня игровых сессиях, но не на чем-то низкокачественном, где могут проявиться сибилянты. То есть это очень крутые, но требовательные к контенту и тракту наушники. Такое надо выбирать с ума. Ну и как не похвалить Септед за просто гениальную подгонку излучателей. Без кол-либо ощутимых ступенек или разрывов по текстурам. Реально все ощущается как единая, чудесно согласованная структура, что, учитывая сложность их конструкции, ну просто шедевр. Итогом наушники Kiwi Септед шикарно выглядят, удобно сидят, прекрасно согласованы по излучателям, с отличным кабелем в комплекте и правильно настроенная ЧХ. Чуть ярче, чем у эталонных Ti Audio Hype 4, но тоже очень хорошо. Звучит же модель чисто, честно и очень подробно. Все текстуры с особенностями звукоизвлечения буквально как на ладони. Сцена находится на логичном от нас с отдалений, с чуть ли не идеальным позиционированием и голографичностью. Эта модель явно не про музыкальность, аналоговую теплоту и изысканность. Она предлагает нам красоту несколько иного плана. Скорости разделений и натуральности подачи. Если бы не требовательность к источнику и качеству материала, я бы поставил их рядом с дорогущими Mystic 8. А на этом у меня все. Это были наушники Kiwi и Scepted. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok